Продолжение следует... Вижу, есть плюсы, значит, звук у нас точно есть. Очень хорошо. Добрый вечер. Мы сегодня с вами будем говорить о подготовке к ВПР и к диагностическим работам по английскому языку средствами учебных пособий издательства ТИТУ. Я сегодня вас буду стараться познакомить с теми пособиями, которые могут помочь при подготовке учащихся к диагностическим, проверочным работам. Покажу вам и странички из них, где-то не буду вдаваться сами в книжки, где-то наоборот поподробнее что-то покажу. Если будут какие-то вопросы, то задавайте. Постараюсь в ходе вебинара на все ответить. Прекрасно, значит, звук у всех есть, очень хорошо. Итак, организация подготовки к ВПР и диагностическим работам по английскому языку средствами учебных пособий издательства ТИТУ. Данный вот слайд, который я поставила в начало, наверное, логично было бы поставить в конец вебинара, как такое подведение итогов, что все-таки подготовка к проверочным и диагностическим работам идет в процессе изучения языка. Но я все-таки подумала и решила, что с этого, наоборот, нужно начать, чтобы обосновать как-то все то, о чем я дальше буду говорить. Мы с вами понимаем, что чем раньше мы начнем готовить учащихся к проверочным и диагностическим, тем они, конечно же, будут лучше их писать. Но любая подготовка у нас начинается с того, что мы изучаем просто язык по нашему ОМК с использованием рабочей тетради, например, аудиоприложения, то есть полноценным, полноправным таким использованием ОМК. Но у учащихся, конечно же, могут возникать некие трудности при выполнении заданий в формате проверочной работы. Это, в принципе, не ново, так было всегда, как бы называлось это проверочное ВПР или просто тест. У учащихся всегда есть какой-то определенный набор трудностей, которые они испытывают при выполнении этого теста или проверочной работы. Соответственно, чем раньше мы будем заострять внимание на том, чтобы решить эти трудности, которые у них возникают, тем они потом будут более успешнее справляться с такой вот работой, с проверочной работой, с любой диагностической работой, потому что у них уже они будут знать, как с этими трудностями справляться. Если вдруг мы делаем только что-то одно, например, только преподаем все по учебнику, но у нас в учебнике, допустим, не так много заданий с учетом тестовой компетенции, и мы никогда не показываем больше ребятам, как будет выглядеть, например, та же самая ВПР, то есть даже то, что выложено на сайте FIP, они не видят и только приходят на само ВПР и уже решают, вот, конечно же, им это не будет на пользу, да, они напишут хуже, чем если бы они хотя бы были бы знакомы с форматом того, по чему их будут проверять. Соответственно, чем раньше мы начинаем готовиться, тем лучше. Типичные трудности, которые возникают у учащихся, это в первую очередь трудности с заданиями на чтение, особенно на чтение вслух, да, то есть они читают с большим количеством, как правило, ошибок, и, опять же, это все идет из начальной школы, то есть если мы в начальной школе не проследили, что у учащихся остались какие-то проблемы, и они что-то не понимают, как правильно читать, то в дальнейшем, конечно же, мы столкнемся с тем, что они на проверочных и диагностических работах, где будет в устной части задания на чтение вслух, они будут там допускать ошибки. Это, в принципе, одно из другого следует. А вторая типичная трудность – это задания на лексику и грамматику, да, здесь у них лексика и грамматические задания написаны, они разные бывают, не всегда, не сразу же, не с начальной школы, это на преобразование слова, да, и подстановка его в пропуск, сначала немножечко другой формат заданий может встречаться в проверочных работах, но сам факт того, что они могут не понимать, что нужно в этот пропуск вставить, да, какой именно из предложенных, например, слов подходит в этот пропуск при заполнении, забывают грамматическое правило, которому нужно следовать, чтобы правильно заполнить пропуск. Это тоже очень часто возникающие трудности, причем не только у учащихся начальной школы, но и учащиеся, которые готовятся к ОГЭ, к ЕГЭ, они те же самые трудности испытывают. Следующая трудность – это низкий уровень тестовой компетенции, то есть они не всегда у нас готовы к тому, что нужно заполнять, например, бланк ответа, да, или что, хороший здесь, например, пример, да, когда мы выполняем какое-то задание, и у нас в рамках задания есть сразу же варианты, которые отмечены ABC, да, но при этом у нас есть еще и графа ответ с окошком, куда мы должны вписать номер правильного ответа или цифру правильного ответа, да, здесь вот не ABC, я собрала 1, 2, 3, да, то есть у ребенка здесь должно стоять в квадратике либо 1, либо 2, либо 3. Они у нас чаще всего привыкли что-то просто обводить в кружок, да, они просто обводят, я неоднократно с этим сталкивалась, они просто обводят в кружок цифру правильного ответа, не выписывая ее потом в графу ответа, то есть таким образом они не выполнены задание, потому что при проверке проверяться будет именно то, что стоит, да, здесь в графе, а не что он там себе нарисовал или начеркал, да, потому что это будет не совсем, да, правильно. Так, что у нас с вопросами? Материалы. Для проверочных работ все расскажу, да, Елена Виккина, не переживайте. Расскажу, покажу, все с собой принесла, что-то и так еще покажу, и на часто задаваемые вопросы по пособиям тоже отвечу. Очень часто, например, коллеги сетуют на то, что не все сразу же находят аудиоприложение. Вот я вчера была на семинаре, где тоже говорили коллеги, что они не сразу нашли аудиоприложение, поэтому я сегодня еще раз повторю, как его найти, как его скачать и как это на самом деле все просто, да, я вам все покажу наглядно, так что не переживайте, все-все покажу. Но начнем мы с вами с начальной школы, да, потому что я вот к этому и веду. Если мы с начальной школы не организуем эту подготовку, эта подготовка должна быть у нас идти параллельно с изучением языка, потому что если у наших учащихся сформирована коммуникативная компетенция, то, конечно же, таким учащимся проще сдавать тесты, им проще решать какие-то экзамены. Они готовы к этому, им достаточно только познакомиться с форматом и знать, что делать в том или ином задании, да, вот если оно такого формата. Все, если наш человек, да, ученик сформированной, да, коммуникативной компетенцией, у него не будет этих проблем. Далее, да, про низкий уровень тестовой компетенции я пояснила. Про несформированность универсальных учебных действий я думаю, что вы сами здесь уже догадались, что, конечно же, если у учащегося абсолютно отсутствует логика, да, они не понимают, как, например, можно соотнести заголовок с текстом, они не понимают, почему в тексте четко не рассказывается. Вот прям то же самое слово-слово, как идет в заголовке. Их это очень все время смущает. Они не понимают, почему другими словами можно сказать одну и ту же мысль. То есть логические действия вот этой догадки, да, понимание того, как по ключевым словам можно собрать его единость, прогнозировать. Так вот, если здесь такие ключевые слова в этом тексте, значит, речь здесь идет по этим ключевым словам о том-то и том-то, да. Но чаще всего они у нас читают просто все подряд и пытаются каждое слово перевести. То есть универсальных таких учебных действий у них довольно мало, которые задействуются. В таком случае, да, это будет трудность, которая будет мешать хорошо выполнять задания проверочных и диагностических. И последняя трудность, она скорее не столько относится к самим учащимся, сколько она относится к нам, потому что довольно часто коллеги считают, что чем больше прорешают ребята, да, то есть вот, допустим, одну книгу всю прорешали, берут вторую книгу и тоже все прорешивают в ней. Но при этом все равно остаются либо отдельные какие-то ребята, которые не понимают, как решается то или иное задание, либо весь класс даже может быть у вас или вся подгруппа сидеть и не понимать. Да, они будут у вас решать один тест за другим тестом, просто, да, как пирожки их будут у вас решать постоянно. Но все равно вы заметите, что у них будет ниже результат, чем если бы они у вас решали меньшее количество этих тестов, но точно понимали алгоритм работы над каждым заданием. То есть они понимали, что в каждом задании нужно сделать, чтобы дойти до правильного результата, до правильного итога. Так как мы первую здесь обозначили трудность по чтению, давайте мы посмотрим, что можно сделать с тем, чтобы учащимся стало легче с чтением, да, то есть чтобы у них стало меньше проблем. А вот сегодня утром на вебинаре я когда показывала этот слайд, в том числе и рассказывала, тут же коллеги написали в чате, что это же все есть в учебнике happyenglish.ru, да, про книгу «Как научиться читать по-английски». Я начну сейчас с этого. Тем из вас, кому повезло, и у кого из вас учебник happyenglish.ru, авторов Клары Исааковны и Марианны Юрьевны Кауфман, наверное, ваши дети точно читают очень хорошо. Да, очень часто мы слышим в отзывах, что по этому ОМК дети читают хорошо. Да, если вдруг у вас какой-то другой ОМК, то для вас авторы Клары Исааковны и Марианны Юрьевны Кауфман написали отдельное пособие, да, они все, что самое такое интересное, хорошее вынесли из своих учебников, собрали в одну книгу, под одну обложку. Назвали это «Как научиться читать по-английски». Да, там сюжетность, там много всего интересного, я сейчас еще подробнее расскажу. Но если вам не повезло, и у вас нет учебника happyenglish.ru в библиотеке, то, скорее всего, такое пособие вам точно поможет. Разница в представленных здесь книгах в подходе, потому что в книгах с названием «Принажер» мы понимаем, что там будет четкая отработка каких-то определенных навыков, в данном случае чтения, на определенных примерах, и методом накопления одно на другое. В книге «Как научиться читать по-английски» немножечко другой подход, там рассказывается все-таки история, в рамках которой девочка Аня с Вороном Седриком изучают английский язык, буквы, звуки, алфавит, соответственно, и очень много страноведческого материала, песен, стихов, то есть это все насыщенное ребятам, вот дается это сюжетное построение, да, оно здесь присутствует. В тренажерах же, да, немножечко построение другое. Давайте посмотрим на тренажер по чтению буквы и звуки Елены Васильевны Русиной. Я покажу вам буквально один урок, просто чтобы вы знали, что внутри книги есть, и как она построена. В каждом уроке у нас вводятся определенные буквы, и к ним, соответственно, прописываются звуки. В том или ином слоге, в данном случае здесь урок номер 8, у нас гласные буквы в закрытом слоге. Даются буквы A, I, O, вы их видите. В каждой букве дано изображение транскрипционного значка, какой звук она обозначает в закрытом слоге. В таком случае здесь A – это E, I – это E, E, O – это O. И даются слова для чтения, как примеры, да, чтобы ребята их прочитали и обратили на них внимание, как читается в данном случае. Это буква в закрытом слоге. Ant, cat, lamp, flag. Допустим, на букву A в закрытом слоге. Далее рубрика у нас «Запоминай, читай, пиши». Смотрите, у нас вводятся 4 слова, и каждое из слов разбирается по буквам. То есть мы смотрим, какой звук дает каждая буква. Первое слово здесь – jam. Оно дается и с рисунком, и с переводом. То есть во всяких случаях ребята точно запомнят, что jam – это варенье. J, A, M – представляем мы им по буквам это слово. J дает звук J, A дает звук E, M дает звук M. J, E, M – соединяем все вместе. Jam – то есть мы делаем построчно, с самого начала, от самой верхней строки, которая идет в объяснении, и ту последнюю транскрипцию, где все соединяется вместе. После нескольких повторений ребята запоминают, как читается, в чем особенность этого закрытого слога и чтение, соответственно, здесь гласных звуков. И плюс к этому есть еще прописи. Букву J надо прописать заглавную и строчную. Слово jam нужно прописать заглавными буквами и строчными буквами. То есть мы видим, что здесь идет такой последовательный ввод материала с отработкой обязательно. То есть все вводится очень последовательно и оттренировывается. Смотрите, потому что на второй странице у нас дается 5 заданий. Первым нужно вставить пропущенную букву. Здесь нужно вставить гласную. И как раз эти все гласные у нас идут в закрытом слоге. То есть мы применяем то, что мы сейчас освоили. Мы смотрим на соседнюю страничку. Можем посмотреть, заметить, какие у нас звуки дают. Вставить все пропущенные буквы сюда. Во втором задании нужно соединить слово и картинку. Такой своеобразный словарный диктант. Никому ничего не нужно диктовать. И без перевода нет русских слов. Очень удобно. Третье задание. Найди слова, в которых есть звук Г. Это звук из предыдущих уроков. Мы его здесь повторяем. Слова, которые мы нашли, мы должны выписать еще и на строчке. Еще дополнительно потренироваться в письме. В четвертом читаем слова. Это коротенький довольно-таки список слов для чтения. В уроках я сейчас покажу, что есть дополнительно. И пятое задание. Поменяй буквы. Срочные надо поменять на заглавные. Конечно же, это не все. Потому что на каждые 5 уроков дается еще дополнительное чтение. Смотрите, списки слов для чтения даются. То есть 5 уроков вы прошли. После 5 урока, соответственно, мы берем это дополнительное чтение и отчитываем по тем спискам слов, которые у нас здесь даны. Так, скажите, пожалуйста, эти слова дети перевод знают или сначала тренировка. Смотрите, у нас здесь сразу же вводятся слова с переводом. Да, то есть сейчас еще раз указка. Вот эти, да? Вот здесь слова у нас вводятся с переводом. Да, обратите внимание. С рисунком и с переводом. И это 8 урок. Поэтому если вы имели в виду в вопросе слова, которые даны на правой стороне страницы, то здесь в основном задания посвящены словам, которые были в предыдущих уроках. То есть с 1 по 7 урок. Да, то есть ребята уже с этими словами тоже познакомились, уже их отчитали, они для них уже не новые. А, конечно, в списке слов для чтения, да, не все слова вводились, потому что в списках слов для чтения основная задача их понять, какой тип слога, как правильно будет читаться в данном случае это слово в зависимости от типа чтения. То есть они это применяют, просто перекладывают, это тренажер, да, они перекладывают то знание, которое мы им дали, на определенные какие-то позиции. И просто начитывают. Чем больше они читают, тем потом проще будет с этим работать. Нет, наоборот, хорошо, что вы вопросы задаете. Да, я тут еще раз это проговорила, это полезно. Спасибо большое. Дальше. На каждые 10 уроков дается рубрика «Проверь себя». Посмотрите, пожалуйста, это тоже своеобразный такой словарный диктант, да, но здесь, опять же, нет ничего на русском языке, это очень хорошо полезно, а не зачем вам это лишнее слово на русском здесь вписывать, если здесь есть иллюстрации. Иллюстрации всегда приветствуются. К каждой иллюстрации нам нужно дописать слово и соединить его, это слово, которое мы написали, с картинкой. То есть каждые 10 уроков ребята наполняются какими-то определенными словами и могут потом их здесь себе написать. Во втором пособии, да, у нас вышло продолжение первой книги, это теперь тренажер по чтению слова и фразы. Здесь уже разбираются, как читать утвердительные предложения, как читать отрицательные, вопросительные, отклицательные предложения, да, то есть мы учим их этому. Также понемножечку вводится грамматика, да, она так обыгрывается с точки зрения все равно чтения, например, как читать, когда у нас есть артикль, да, как это плавно все прочитать, как правильно, где сделать понижение тона, да, это все здесь тоже есть, все представлено. В конце пособия есть фонгический разбор слов, которые в курсе могут ребята встретить, а также англо-русский словарик и краткий справочник по фонетике, я его тоже покажу, он тоже очень такой подробный, там и про львиолы есть, и как правильно положение губ должно быть при произношении звуков. В первом уроке, давайте мы его посмотрим, у нас фраза «it is a pen». Здесь нам автор говорит, называем предмет или животное в единственном числе с помощью фразы «it is a». Вот там, пожалуйста, уже тоже, да, важная информация, как сказать, чтобы что-то назвать. Дословно фраза звучит так, это есть какой-то, какая-то один-одна. «It is a pen» – это ручка, у нас есть с изображением, да, то есть еще и для визуалов это очень полезно, они картинки видят. Также у нас есть три примера ниже строкой «it is a rose», «it is a pet», «it is a bird». В разговорной речи обычно используют сокращенный вариант «it is», «it's». И три примера теперь на этот случай, да, «it's a dog», «it's a ball», «it's an orange». «e», «n» – неопределенный артикль, означающий один, один из многих, любой. Неопределенный артикль указывает, что предмет один, если существительное начинается с согласного звука, то перед ним ставится артикль «e», если из гласного звука – артикль «n». И, конечно же, примеры «it's a pen», «it's an apple». Да, у нас все подчеркнуто, мы видим, почему в данном случае в одном месте стоит «e», в другом стоит «n». И плюс здесь также описывается интонация. Вся фраза произносится целиком, как одно слово, да, не отдельно, «it's an ant», да, а нет, нам автор пишет все целиком, оно поэтому в транскрипции все вместе, да, здесь специально записано, и с понижением интонации в конце предложения. «It's an ant», «it's an in», да, то есть все полностью разобрано, от и до, от начала до конца, еще и вот есть такой рассказ про вводную саму фразу, да, что такое «it is», и про артикль. На второй странице, да, у нас же разворотами книжка, нам нужно прочитать и сопоставить фразу с картинкой. То есть, по сути, это чтение, да, мы отрабатываем все то, что мы сейчас разобрали на этом первом уроке. Нам нужно прочитать и после этого найти иллюстрацию к этому описанию и соединить их ручкой, да. На втором уроке, например, разбирается уже фраза с включением прилагательного. Здесь автор говорит, что когда добавляется прилагательное к существительному, чтобы добавить какой-то признак предмета, то в этом случае у нас артикль двигается, да. Про все проекты здесь тоже подробно рассказывается. Где ставить ударение, что можно ставить ударение, автор нам пишет, на прилагательное, если хотим подчеркнуть, да, его в этой фразе. И, конечно же, есть примеры, а также на второй странице сопоставление фразы с картинкой, то есть, да, чтобы это все можно было еще и сопоставить. Оно готовится на аудиоприложение к книгам. Далее. В разделе Revision, да, у нас на каждый урок, смотрите, здесь задание. Соедини буквы с соответствующими знаками транскрипции. У нас дается иллюстрация, дается само слово, и под словом дается транскрипция. Мы должны соотнести каждую букву с звуком из транскрипции. Смотрите, если у нас вдруг случай, когда буква дает дифтор, то мы его объединяем, да, такой скобочкой, или если, наоборот, у нас две буквы будут давать один звук, то мы объединяем буквы скобочкой, как в второй части слова, да, notebook, 2-о, да, w-о у нас дает u, соответственно, мы соотносим это тоже стрелочкой от двух букв к одному звуку. То есть ребята так разбирают подробно-подробно. Каждое слово они понимают тем самым, как эти слова читаются, и почему они так читаются. То есть представьте, у них есть объяснение, чтение на абсолютно любой случай. Конечно, как здесь научиться читать. И я обещала покажу справочник по фонетике. Вот он он. Да, здесь посмотрите, подробно расписывается, куда ставить кончик языка, что такое альвеола, как должна быть позиция губ при произношении этого звука, где с передыханием, где без передыхания. Да, то есть все здесь описано от и до, как правильно произнести. Далее посмотрим с вами несколько страничек тоже из книги, как научиться читать по-английски. Я уже про нее, да, рассказала. Здесь эффективная авторская система обучения чтению, много страноведческого материала. Вы это увидите с первых же двух страниц. Да, здесь девочка Аня летит у нас из Москвы в лондон с родителями. Но прилетев туда по сюжету, она понимает, что говорят там на другом языке, на английском, а английского она не знает. И, соответственно, она очень расстраивается, что не может поговорить с друзьями, к которым прилетели ее родители, потому что они говорят только на английском. И во втором занятии Ворон предлагает ей помочь. Он говорит ей, что... Аня ему говорит, знаешь, Седрик, мне и правда очень хочется подружиться с Бетти, Уиллом и Хьюг, да, с англичанами, к которым они прилетели. С чего начнем обучение? Ворон говорит, торопиться не будем. Сначала направимся к буквам и звукам. Они здесь главные. А пока с ними не разберемся, дальше не продвинемся. Да, то есть вот дальше каждый урок посвящен чтению какого-то определенного звука. Все это собирается по системе обязательно в чтение каких-то слов. То есть здесь не последовательно разбирается алфавит, а в том порядке, чтобы из букв, которые изучили ребята, из звуков, соответственно, которые эти буквы дают, можно было складывать слова. Плюс, конечно же, даются задания. Задания из аудио, где нужно что-то послушать и посмотреть, да, вот, задание. Послушай Марсина и проверять, правильно ли ты прочитал слова из упражнения 3, соответственно, где ты сначала сам все читаешь. Слова здесь даны с переводом, то есть ребята запоминают попутно, лексики очень много. Но подход, вы видите, уже другой. И последняя книга по чтению, это «Как читать на 5» авторов, это учителя из города Дубна. Здесь удобная система упражнений, есть интеграция с прописями. Сейчас посмотрим с вами на разворот. И так тоже подробное объяснение правил. Смотрите, здесь сочетается и объяснение правила, и письменная отработка. Нам вводится в первом занятии первый тип слога, и буква «эй», естественно, да, разбирается. Правила прописываются, как читаются гласные буквы в открытом ударном слоге. И задание. Прочитай и запомним слова. Какую букву в этих словах мы не читаем. Ребята должны понять, что такое открытый слог, а что именно последняя буква, вот эта «и», она здесь не читается. Затем у нас дается задание на пропись, второе задание. В третьем у нас дается необычное задание. Мы привыкли анаграммы делать с английскими словами. Здесь же анаграмму нужно сделать с переводом английских слов. Посмотрите, да, слово «take» написано не просто перевод «брат», а ребята сами должны додуматься, что означает слово «take», если буквы в русском слове перемешаны вот именно так местами, да, переставлены. Они должны их поставить в правильном порядке, у них получится перевод. В четвертом задании это прописи. В пятом задании вводятся правила чтения буквой «си» в начале и в середине слова. В шестом есть списки слов для чтения. И в седьмом они соединяют слово с транскрипцией и переводом. То есть еще раз прорабатывают все то, что они в этом занятии проходили. Тоже, да, такой своеобразный тренажер. Да, 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 вот мне тоже очень всегда было интересно. Я, такое задание, то, о чем пишется сейчас, да, у нас Татьяна Валентиновна в чате. Третье задание я тоже привык, потому что анаграмма обычно бывает к английскому слову, да. Здесь авторы решили, что ребята таким образом не напрямую получают этот перевод, а по сути этот перевод они добывают. И пока они будут добывать этот перевод, они эти слова лучше запомнят. Так что, да, можно это тоже взять на заметку. Если у нас какие-то проблемы с грамматиками у ребят, да, или со словообразованием, это как раз тот случай, когда я не стала вам показывать страницы из этих книг, потому что мы по ним проводили целые вебинары, да, поэтому лучше посмотреть отдельно, подробно. Буквально по грамматике недавно был вебинар у Ильи Михайловича, можно посмотреть в записи. Соответственно, да, можно использовать пособие с практической грамматикой для ОГА и ЕГЭ, потому что там разбираются абсолютно все темы. То есть в качестве ревижн прочитать еще раз, понять, если вдруг какая-то тема там прошла мимо учащегося, он ее пропустил, не понял, да, он может там хорошо прочитать это объяснение и немножечко тоже порешать задания. Ну, в практической грамматике в синей книге слева у Кирилла Павловича Савохотова меньше заданий на практику, на отработку, поэтому к этой книге есть отдельный сборник упражнений. Это книга справа, это такая морской волны цвета, грамматика сборник упражнений, где уже только в основном сами упражнения, это такое дрилловая книжка, чтобы прям набить руку на решение заданий по грамматике. И если какие-то у ребят проблемы вдруг с лексикой, и с лексикограмматическими, скажем тогда, заданиями на словообразование из ЕГЭ, подобные задания встречаются не только в ЕГЭ, но и в проверочных работах, да, они где-то попроще, в ЕГЭ, конечно же, они посложнее, да, но вот само объяснение, например, правил словообразования в этих книгах замечательные, я вот очень вам советую посмотреть оттуда вот таблицу по словообразованию. У Артема Петровича Гулова в этих книгах очень оно хорошо все разложено. Далее, да, знакомство с форматом заданий и формирования тестовой компетенции, конечно же, осуществляется за счет выполнения таких вот проверочных работ или диагностических работ, срезов, начиная с начальной школы. То есть чем раньше, да, мы за все это беремся, тем лучше. Чтобы у нас коллеги не пожаловались в чате про то, как совместить все вместе в 45 минут, не проходит ни один задинар, вот в том числе и здесь Ирина пишет. А если у вас 15 человек, обучать нужно не только чтение. Мы говорим о том, что они у вас готовятся по УМК, да, то есть вот как ваш УМК учит читать, так вы должны по нему, по идее, научить читать, если вы этот УМК из перечня учебников выбрали. А если вы знаете, как по нему научить, значит, вы в нем уверены. Это первое. Второе, мы говорим сегодня именно о подготовке к проверочным работам, поэтому я и говорю вам о том, что чем раньше вы начнете обращать внимание на то, что у ребят есть какие-то проблемы, например, с чтением или с грамматикой, чем раньше вы начнете им давать какие-то решения этих проблем, плохо читают, значит, им нужно объяснить что-то еще раз. Возможно, они не поняли. А плохо выполняют тест, может быть, они именно этот формат задания у вас никогда не видели, да, вот то, о чем я сейчас буду говорить. Соответственно, им нужно этот формат просто показать, разобрать с ними алгоритм выполнения такого задания, когда мы с вами сейчас будем говорить про ВПР, я обязательно покажу еще и книгу с алгоритмом выполнения заданий ВПР в 11 классе. То есть речь идет о том, что в рамках урока, да, вы их учите, как учите, а вот уже дальше вы смотрите, это ваши ребята, ваши ученики, что у них западает. Если вдруг они не умеют читать, вы будете делать на это упор. Может, у них с грамматикой все прекрасно, но чтение вслух у них очень хромает. Соответственно, вы отвлечетесь на чтение. Наоборот, грамматика хромает, читают вслух, зато прекрасно. Зачем вам дополнительно брать чтение? Не берите, не читайте, да, просто читайте то, что у вас по учебнику дается на чтение вслух, а все остальное не заостряйте на этом внимания. Да, соответственно, вот уметь переключать за 45 минут урока ребят от чтения к остальным видам речевой деятельности, это, в принципе, и есть наша работа, и не мне вас учить, как это делать. Я вот вам сегодня только представляю пособия, которые можно использовать для решения вот таких вот самых довольно простых проблем, которые возникают у ребят при выполнении диагностических и проверочных работ. И так как мы с вами, да, дошли до именно тестовой компетенции, то я вам сейчас покажу пособия. На примере этого пособия мы с вами посмотрим, что может быть для начальной школы, да, какая может быть проверочная работа. Здесь эта книга «Проверочная работа. Английский язык. Тренировочные тесты» Сергея Павловича Славоохотова. Вот так выглядит книга, да, немножечко у меня она как-то на слайде не так отображается, на самом деле такая более желтенькая. Тут же, да, сразу же покажу, где мы берем аудиоприложение. Аудиоприложение можно взять абсолютно бесплатно, сосканировав QR-код с книги. Вот он, QR-код. Вы устанавливаете себе на телефон приложение для сканирования QR-кодов. QR-код-сканер, например, да, какой-нибудь вете в поиске в вашем магазине, да, в зависимости от того, что у вас Apple у вас, да, или у вас Android, да, там вы и ищете, в том магазине. Нашли себе приложение, установили, направляете этот сканер на QR-код, он считывается и открывается сайт, где вы можете взять аудиоприложение конкретно к этой книге. Если вам это все тяжело и не хочется сканировать QR-код, пожалуйста, не сканируйте, да, у вас здесь рядышком есть, прям в этой же буквально строке, ссылка, 3w. и так далее. Вы просто ее перепечатываете себе в адресную строку в компьютер, да, в интернете, и у вас открывается также тоже та же самая страница, как если бы вас сканировали телефоном или планшетом QR-код. И Тарина Михайловна уже использует пособие. А мы с вами сейчас давайте заглянем внутрь этого пособия, мы посмотрим с вами один тест из этого пособия, это тест для начальной школы. И я сразу же скажу, опять же, по опыту утреннего вебинара, вы такой тест не проводите в начале 4-го класса, поэтому даже не пишите мне, коллеги, в чате, что у вас ребята с этим в 4-м классе в начале года не справятся. Я даже эти комментарии читать не буду, потому что это пишется в конце 4-го класса, она проверочная за 2-й, 3-й, 4-й класс сразу, за всю начальную школу. Здесь 5 тестов, пожалуйста, вот вы можете на одном тесте потренироваться, другой тест дать попробовать решить ребятам, еще один тест тоже попробовать потренироваться, а потом два последних оставшихся теста написать уже как проверочную работу. И вы увидите, что у вас научились делать ваши ребята. Поэтому там их 5. Итак, тест состоит из письменной части и из устной части. В письменную часть у нас, соответственно, входит задание по аудированию, чтению и грамматики. Давайте посмотрим по аудированию первое задание. Вы два раза услышите 4 высказывания, обозначенные буквами. К каждому высказыванию подберите соответствующую картинку, которая обозначена цифрами. В задании одна картинка лишняя. Смотрите, у нас есть таблица, куда мы должны внести, и мы учим ребят, что это нужно не подписывать куда-то к картинкам, не нумеровать еще раз картинки, не зачеркивать там эту картинку. Это не поможет. Правильно выполненное задание – это заполненная. Потом таблица. Потом учет тестовой компетенции. Задание, в принципе, несложное. В отличие от второго задания, которое здесь уже такое хитренькое, мы также слушаем 4 высказывания два раза. И к каждому высказыванию мы должны подобрать по две соответствующие картинки. Задание чуть-чуть отмечается. Нет ничего лишнего, зато здесь все нужно использовать. Но к каждому высказыванию будет по две картинки. Нужно очень внимательно будет ребятам слушать. Во втором разделе – это задание по чтению. Мы должны соединить, соотнести заголовки с текстами. Мы как раз здесь учим ребят, как правильно работать с такими заданиями, что сначала нужно посмотреть на сами заголовки, разобраться. Понимаешь ли ты, о чем речь идет в этом заголовке, и о чем может пойти речь в тексте под таким заголовком. Мы должны немножечко себя направить. Потом мы работаем со всеми текстами последовательно. И начинаем с того, что читаем первые два предложения и одно последнее предложение. В этих трех прочитанных нами предложениях, как правило, уже содержатся какие-то ключевые слова. Та информация, которая нас натолкнет на то, о чем этот текст. И только в том случае, что если ни первое, ни второе, ни последнее предложение никак нас не наталкивают вообще ни на одну из тем, представленных в заголовках, вот тогда уже нам нужно, конечно же, обратиться ко всему тексту, прочитать его ознакомительным чтением. Мы ребята учим, да, не каждое слово застрял, все, не знаю, как переводится, и на этом сел. Нет, пропуская, игнорируя те слова, которые ты не понимаешь. Это возможно. У них это сначала получается не очень хорошо, но потом они научатся с этим работать. И, конечно же, они у вас таким образом к ОГЭ будут, к обязательному ОГЭ будут готовы. Вот такое здесь есть задание. Задание по грамматике идет на подстановку одного из вариантов ответов. Опять же, да, с записью ответа в окошечке. Вот вам опять учет тестовой компетенции. Здесь посмотрите. И артикли проверяются. Знают ли они вопросительные слова. Форма глагола to be. Что у нас еще здесь? Местоимение. Опять, в восьмом тоже грамматика. То есть все, что они проходили, они прекрасно знают. Вы точно не скажете, что они у вас future simple не учили в начальной школе. Учили. Или past simple учили. Здесь, собственно, первое – place, второе – will play варианты, а третье – played. Они все это в начальную школу уже встречали и освоили. Конечно же, они должны знать, что здесь должно быть в этом предложении. И задание по письму. Здесь у нас письмо друга по переписке. Нам нужно в ответном письме, к ответному письму, записать 4 вопроса, используя предложенные слова. То есть мы составляем из предложенных нам слов вопросы. Pack big small. Для примера у нас дается уже example. Pack far from home и знак вопроса. Is the pack far from home? Как у нас, соответственно, будет звучать вопрос составленный из слов Pack, Big, Small и знак вопроса? Напишите мне в чате, а то одно я только говорю. Вы пускай не говорите, но в чате хотя бы напишите. Засчитаем это за разговор. Ребята здесь будут работать просто по аналогии. Они таким образом эти 4 вопроса смогут составить. Здесь у меня только первый вопрос. Не пугайтесь, да, я все остальное просто не стала помещать сюда на слайде, потому что иначе был бы очень мелкий текст. Некрасиво было бы. Yes, is the pack big or small? Спасибо большое, коллеги. Это не сложно для них. Они уже альтернативные вопросы тоже выучили и знают, как их правильно задавать. Плюс здесь уже все дано. Нужно только немножечко включить логику и правильно написать. Далее, следующая у нас – это устная часть. Вторая часть теста. Мы должны здесь рассказать о лучшем друге или подруге и ответить на 4 вопроса, которые у нас здесь, соответственно, приведены. Темы разные. Вот здесь лучший друг подруга. Вот здесь я, например, открыла о будущей профессии, нужно рассказать. И все это делается на основе, всегда на основе вопросов. То есть опорные вопросы. А мы их учим, как на них опираться. Потому что потом в дальнейшем, когда они будут уже сталкиваться с более серьезными проверочными работами, а не внутришкольными такими, написала все, и твой же учитель это все проверяет, то они уже будут понимать, что от плана отступать нельзя. Если сказано, что, например, картинку мы описываем по плану, значит, мы делаем это по плану. Если нам сказано здесь по плану, да, составить рассказ небольшой, то мы его делаем по плану тоже. Да, можно вот отметить, что здесь, например, не стоит количество слов. Автор пособия Кирилл Павлович Словохотов. Да, это все для базового уровня, да. Базовый уровень. И начальная школа 2 часа в неделю. Соответственно, основная школа, да, все, что я дальше буду показывать, 3 часа в неделю. Вот, пожалуйста, ссылочка в чате. Спасибо большое админу. Очень быстро ссылочки выкладываю. Далее. Что можно еще использовать? Да, здесь я вам, опять же, уже не буду показывать более подробно эти книги, потому что я сошлюсь на видеозапись вебинара, который я проводила именно по этим книгам. По итоговой аттестации, по книгам Елены Николаевны Солововой, 3 класс, и такие же книги у нас есть 4 класс. Да, я вам просто напоминаю о том, что они есть, да, что не только книгу Кирилла Павловича вы можете взять, да, если она вам понравилась, и вы хотите ей воспользоваться, то, пожалуйста, да. А здесь разница немножечко есть. Во-первых, в данных книгах, которые сейчас на слайде представлены, сразу же два уровня. Вот для тех, кто спрашивал про уровень, если у вас вдруг углубленка, да, и вам нужно, ребят, проверить, у вас другое количество часов, они больше освоили, соответственно, вы можете здесь взять книгу для 3 класса, для 4 класса тоже такая есть, повышенный уровень. Она уже рассчитана на тех ребят, кто учил английский, не 2 часа в неделю, да. Для тех, у кого 2 часа в неделю, у вас уровень базовый, да, там задания внутри отличаются, разительно отличаются, поверьте мне. Например, в задании на чтение, большое спасибо за ссылки, вот, коллеги, можете перейти, полистать, да, то есть пока я вам буду здесь рассказывать на фоне двух картинок, вы успеете перейти по ссылкам, которые админ дал в чате, и полистать, у нас там есть странички, да, вы просто полистайте, посмотрите, есть какие-то вопросы будут, вы сразу пишите в чат, я на все отвечу. Аудио приложение тоже к этим книгам бесплатное, да, вы также его скачиваете, вы видите, да, по QR-коду или по ссылке. Внутри, вот, чем отличается, например, задание по чтению, на чтение дается один и тот же текст и в книге на базовом уровне, и в книге повышенного уровня, но абсолютно разные задания. В книге базового уровня нужно просто ответить «да, нет» на утверждение данной после текста, а в книге повышенного уровня они должны дать полный, развернутый ответ на вопрос, потому что там даются только линейки для ответа на вопрос, да, а не утверждение, которому нужно выбрать ясное. Большая разница, да, все-таки, понять текст и просто выбрать «да, нет, да, нет», или найти в этом тексте ответ, да еще и сделать из этого ответа, из текста ответ на вопрос. То есть это разница в уровне, в количестве часов, да, действительно, ребята с углубленным изучением, они, в принципе, знать должны больше, их и по плану, да, по примерной программе больше. То же самое в четвертом классе, да, можно провести итоговую аттестацию либо с помощью этих книг. Нужно, конечно же, не забрасывать все свои старания, все, что вы вложили в ребят в начальной школе, да, и после проведения последней контроля работы в четвертом классе не забыть, что те же самые ребята к вам придут и дальше, и поэтому нужно продолжать с ними дальше также на уроке, обращать внимание, что у них немножечко не получается. А ко всем тестам, да, давайте мы обязательно этот тест посмотреть, прежде чем такой тест давать. Вы можете с ними разобрать формат заданий, который будет встречаться, например, на тесте. Я не говорю дать тот же тест, который они у вас будут решать на уроке, ни в коем случае. Я вообще против этого, да, я за то, чтобы и четыре варианта выдать, чтобы ни у кого вокруг сидящего нигде никто не списал. Вы просто даете им, конечно же, задания похожего формата, да. На одном уроке задание на чтение взяли, не только то, что в учебнике дается, а еще одно задание приготовили из пособия, да. Дали им, раздали, пускай они у вас попробуют в этом пособии порешать. Да, на другом уроке что-нибудь с чтением попробовали, например. На третьем еще что-то там с рассказом о ком-то, да, например, для того, чтобы рассказать о ком-то, даже вам пособие, да. В принципе, не сильно нужно, вы сами можете составить эти вопросы. Главное, чтобы все было в том же формате, в котором вы будете давать проверочную работу. Для пятых-десятых классов у Кирилла Павловича Славохотова тоже вышли такие тренировочные тесты. Я их тоже с собой что-то захватила, потому что на слайде они абсолютно не того цвета почему-то, чем в жизни, да. Они все разноцветные, такие зеленые, синие, голубенькие, желтенькие. Да, вот они, начиная с пятого класса. Также абсолютно бесплатно к ним ко всем можно скачать аудио. Да, здесь такой вот точный QR-код, как и на четвертом классе. Да, и все показываю, чтобы не собрать. И также есть ссылочка, если не хотите по QR-коду, то по ссылочке, пожалуйста, аудиоприложение можно скачать. Мы попробовали все приложения, все скачивается, все работает, все играет. А внутри давайте мы с вами посмотрим. Не из всех книг будем смотреть, конечно же, да, примеры, потому что вы можете сами в интернет-магазине полистать. У нас там как минимум один тест выложен для того, чтобы вы пролистали, посмотрели, подходит ли вам эта книга. Мы с вами посмотрим примеры с седьмого класса, целого теста, как он выглядит, что там, задания, какого формата даются. Также письменная часть и устная часть. В письменной части задания по аудированию. Мы два раза слушаем текст и должны заполнить пропуски информации из прослушанного текста. И нам уточняется, что в каждом пропуске там должно быть только одно слово. То есть нам нужно так услышать, вслушаться в текст, чтобы понять, какое там было пропущенное слово. И затем это слово записать. Задание на чтение. Дается задание на true, false, not stated. Мы с этими заданиями тоже уже, ребята, привыкают работать. Они начинают с yes, no, а заканчиваются уже вот такими серьезными заданиями на true, false, not stated. В заданиях по грамматике и лексике вы видите формат абсолютно тот же самый, что, например, в UPR, в EG, в UG. То есть они должны трансформировать слово, используя какие-то особые либо префиксы, либо суффиксы. Либо, если это грамматически слово должно стоять, грамматически соответствовать пропуску, то они должны понять, как и каким образом. То же самое, да, в продолжении второе задание дается и на грамматическое соответствие, и на лексическое соответствие. Затем дается задание очень похожего, вот оно очень похожего формата с заданием в UPR из 11 класса. Помните, там было задание у нас, вот я вам не соврала, в UPR предыдущее тоже было. А вот у нас задание, да, в UPR было в 11 классе, давался текст, давались слова, и нужно было эти слова подставить в текст. Но при этом, да, есть слова, здесь два слова в этом списке, которые в текст не подставляют, они лишние. Здесь мы этому их учим, у них даже три лишних слова в списке, ну и текст попроще, да, конечно, еще не 11 класс, не в UPR. В задании на письмо они пишут письмо другу по переписке, отвечая на три его вопроса, 80-90 слов, с соблюдением обязательного оформления. И в устной части они должны, вот в данном случае, поговорить, например, о собаках. И у них есть remember to say. Причем все в плане, что дается, оно либо с why, то есть нужно еще и пояснить почему, либо вот в последнем предложении, if not, would you like to have one? Все равно не просто, да, вот я бы хотела иметь собаку, а вот если бы, да, если бы, то что бы случилось, да. И тоже здесь указывается, что они должны говорить связанным текстом, то есть мы учим, что должно быть вступление, заключение. И, кстати, четвертый класс также должны просветить ребят о том, что можно сказать в начале своего вот этого устного высказывания, чем можно завершить свое устное высказывание. Такие хотя бы стандартные какие-то фразы, можно ребятам их рассказать, они будут их использовать. Для девятого класса, да, у нас пока книга выходит с той обложкой, что сейчас у нее на слайде, но она будет тоже и в таком формате. Да, кстати, заметьте, что это разный формат книг. Да, вот это А4, но это такая маленькая книжечка. Как обычно любят учащиеся. Чем мельче, тем лучше в рюкзак помещается. Вот, пожалуйста, да, она маленького формата. В девятом классе тоже пять тестов. Аудирование, чтение, лексика, грамматика, письмо, говорение. Есть ключи на задание с кратким выбором ответа. И внутри вы тоже видите, что уже в девятом классе, хоть это и проверочная работа, но она очень похожа на задание ОГЭ. Да, у нас пять высказываний на установление соответствий. Следующее аудирование – это на выбор правильного варианта ответа относительно прослушенного, в чтении на соответствие заголовков. Да, уже и тексты такие посложнее в сравнении с тем, что мы сейчас видели в седьмом классе, и заголовки более такие с заковыркой. Но это уже девятый класс. Там мы должны проверить, что ребята освоили программу. Лексика, грамматика в том же формате, как дается в ОГЭ. Как нам успешно справиться с ВПР в одиннадцатом классе? Здесь три из основных полезных вещей, которые ребята должны знать. Это владеть коммуникативной компетенцией, форматом заданий и экзаменационными стратегиями. И вот если коммуникативная компетенция у нас либо сформирована у ребят, либо не сформирована, но мы всегда стараемся с начальной школы ее формировать, формат заданий мы всегда можем ребятам показать. Например, в ОПР мы берем, как правило, где, когда появляются образцы. Так же, как и ОГЭ на сайте ФИПИ. Мы можем посмотреть образец и дать этот образец ребятам. То есть с форматом заданий познакомить не проблемно для нас будет. А вот экзаменационные стратегии – это то, что мы, как правило, не всегда рассказываем. Экзаменационные стратегии – это то, что поможет нашим ребятам понять, как эффективно работать с каждым видом и форматом задания. То есть как применить какую стратегию к выполнению этого задания, чтобы в итоге получить за него хороший балл, максимально его сделать верным. Также они научатся, если знают алгоритмы выполнения заданий, время свое как распределить между выполнением разных частей работы, между выполнением разных заданий, на что у них и сколько уходит времени. И понять свои слабые и сильные стороны. Да, есть. На вопрос любови отвечаю. Вот они, тренировочные тесты для пятого класса. Я не знаю, они у вас, наверное, отображаются наоборот. Почему-то мне так кажется, что как зеркальное в камере отображается. Но вот пятый класс, поверьте мне, это пятерка. Есть. Нам сейчас админ может еще раз ссылочку дашь на тренировочные тесты для пятого класса. Всегда хорошо, когда можно по какому-то пособию что-то еще посмотреть. А, отображается правильно. А это только у меня, значит, так. А у меня отображается в зеркальном таком отражении. Спасибо большое админу за ссылочку. Вот кто коллеги спрашивал пятый класс, зайдите, посмотрите. Там еще можно полистать формат задания, опять же. Он будет отличаться, кстати, от седьмого класса, от того, что я показываю. Хотя вроде бы пятый класс и седьмой класс не так далеко друг по другу ушли. Но в седьмом классе вы уже видите, там ближе к ОГЭ, к девятому классу. А вот в пятом классе там будет нечто среднее между тем, что я показывала в четвертом классе и в седьмом. Как научить правильные стратегии? Как вот этому алгоритму учащегося обучить? В первую очередь, конечно же, ему показать, как можно выполнить это задание легче. Для них сейчас это будет такой своеобразный лайфхак, как они говорят. Это то, что они точно запомнят. Потому что если вы показываете что-то, что упростит им работу над заданием, не запомнить это, мне кажется, вряд ли кто-то не станет вас слушать. Затем, после того, как вы показали, как можно решить это задание легче и проще, и сэкономить свое время, вы просите ребят потренироваться на похожих заданиях. Вы тренируете этот алгоритм. После того, как вы его оттренировали, вы просто уже делаете сам тест, в рамках которого ребята встречаются с заданиями, где есть задание похожего формата, где нужно применить тот изученный алгоритм. Например, для подготовки к ВПР. Я сегодня эту книжку уже показывала, еще раз покажу. Очень она красивого цвета, такого purple. Мне сегодня сказали, что это она будет purple. Просто она здесь не очень фиолетовая такая, какого-то интересного цвета. Почему показываем именно ее? Потому что книгу синенькую, справа, которая на слайде находится, книга Артема Вторича Гулова, содержит в себе сами тренировочные тесты. А мы с вами говорим именно о стратегии выполнения заданий из этих тестов. Поэтому я вот вам сегодня принесла показать ее. Я ее ни на одном вебинаре еще вот так не показывала. Чем хороша данная книга? Здесь авторы – это Елена Николаевна Соловова и ее соавторы. Чем хороша книга? Внутри прописано, как решать абсолютно каждое задание ВПР для 11 класса. От письменной части и до устной части. Включая, я сейчас все это буду показывать на слайде, конечно же. Включая два теста дополнительных, чтобы потренироваться. После того, как все стратегии освоены, есть еще плюс два теста. Книги, конечно же, тоже есть. Аудиоприложение по QR-коду или по ссылочке. Абсолютно бесплатно скачивается, никаких проблем не будет. И есть ответы. Если вы переживаете вдруг, что что-то, может быть какие-то проблемы при выполнении заданий, чтобы себя даже просто проверить. Здесь есть раздел «Ключи». Внутри есть полное описание, как работать с книгой. Смотрите, такая вступительная пояснительная записочка. Она здесь присутствует, рассказывается. Потому что книга действительно кажется очень необычной. На каждое дальше упражнение ВПР, из ВПР, да, дается объяснение, как его проще решить. Да, как с ним поступить, чтобы выполнить его быстрее. Да, посмотрите. Алгоритм выполнения задания, само задание. Да, мы можем все это потренировать. Опять же, опять идет алгоритм выполнения задания, само задание. Вплоть до устной части. Посмотрите, когда нам, ребятам, нужно прочитать текст вслух, да, первое задание, там, в устной части, как раз на чтении текста вслух, если вдруг у них проблема с чтением, то они могут повторить правила чтения по такой вот памятке. Здесь все абсолютно выписано. Закрытые слоги, открытый слог, да, правила чтения гласных букв, ударные, неударные, да, все-все-все абсолютно прописано. Правила чтения буквосочетаний даются. Как читать правильно с интонацией, да, то есть прям целыми памятками. Здесь все дается. И плюс, конечно же, сами тренировочные упражнения на чтение, да, чтобы ребята могли потренироваться. Вот такая вот полезная книга. Давайте чуть поподробнее с вами посмотрим, например, про задание на аудирование. Да, вот оно здесь первым стоит, значит, видео. Для девятого класса можно его использовать. Вы можете, я вам сейчас скажу, если у вас в девятом классе есть задания, ну, они там есть, да, допустим, задание на лексику-грамматику, да, лексико-грамматическое задание у нас из ВПР. В принципе, по формату первое задание из ВПР, да, там их два задания, я думаю, вы помните. Первое задание, когда у нас слова стоят, так же, как в ОГЭ их нужно трансформировать, грамматически правильно в текст подставить, да, то вот про это задание здесь рассказывается, и есть алгоритм его выполнения. То есть, вот, например, если формат совпадает, да, вот в девятом классе есть такое одно из двух заданий на лексику, лексико-грамматическом разделе, да, здесь есть к нему такое же описание. По сути, задания по формату не отличаются, вы можете его, например, оттуда использовать. Если еще что-то, если у вас вдруг в девятом классе нужно читать вслух, пожалуйста, используйте отсюда. Если нам в девятом классе, да, нужно описать фотографию, да, то фразы и слова для описания фотографии, вот они здесь есть. Прям полностью весь перечень фраз, слов, которые могут нам пригодиться для описания фотографии и алгоритм, как работать с этим заданием. Я сейчас покажу. Например, с аудиозаписью, да, у нас прописывается, что делать до прослушивания аудиозаписи, затем, смотрите, во время прослушивания аудиозаписи и также работаем мы со всеми, да, разделами, с чтением. До прослушивания аудиозаписи ребятам предлагается сначала ознакомиться со всеми вопросами и понять, какую информацию надо услышать в тексте. То есть, в какой момент звучания аудиотекста они должны уловить ответ на этот вопрос. Вы помните, что в ВПР, в отличие от, например, ОГЭГ, да, особенно от ЕГЭ, ребятам нужно было найти ответ на вопрос, кто из двух действующих лиц, разговаривающих в аудиозаписи, или ни один из них, либо оба, да, либо на, что из этого будет правильным ответом на вопрос. Там все вопросы начинаются с who. Соответственно, если у вас вдруг в задании вопрос напечатан who has won a music competition recently, то ребята в аудиозаписи могут ждать этих вопросов, они могут ждать этих слов в вопросе и в тексте. Именно слово won, или именно слово competition, или именно слово recently ожидать, а на самом деле может прозвучать who has won a music competition long time ago, not long time ago, или может прозвучать who has won, who has taken part in, опять же, music competition recently. То есть, будет взаимозаменяемость какой-то лексики, если ребята готовы слышать только то, что видят в напечатанном, они могут пропустить этот материал в аудиотексте звучащем. Поэтому это нужно заранее отработать. Затем, во время прослушивания, нам нужно стараться услышать ответ на поставленный вопрос, а все наши комментарии, все, что мы отработали по вопросам, ключевые слова, вот эти слова наши в скобочках, которые мы предположили, как еще может прозвучать в аудиозаписи, синонимы приблизительные, именно эти слова, они нам помогут услышать в тексте этот правильный ответ. То есть, кто именно, да, например, выиграл в соревновании. При чтении то же самое, да, если мы работаем с заголовками, то вот я сегодня уже рассказывала просто это, как с этим работать, да, то есть это все прописано. Сначала нужно поработать с заголовками, что в заголовках ключевые слова мы ищем, что нужно понять, о чем могут быть тексты под такими заголовками. Затем мы читаем, соответственно, сами уже тексты последовательные, ничего не пропускаем, потому что можно случайно пропустить текст, перепутать потом заголовки, не к тому тексту подставить. Все делаем последовательно, да, заголовки, работа с ними, затем работа с текстами, с текстами мы тоже не работаем. От начала до конца мы читаем начало и конец, и стараемся понять по началу и по концу, какие есть такие ключевые слова, которые наталкивают нас на определенную заголовок, которые подходят к этому тексту. Если мы в чем-то сомневаемся, то мы сразу же все в бланк ни в коем случае не заносим, пока не дочитаем до последнего текста. Итак, написано про все разделы. Посмотрите, грамматика, лексика, как с ними работают, стратегии выполнения. Про устную часть, да, также, да, даются, здесь это примеры из ФИПИ, ФИПИ с сайта, да, как устная часть выглядела. Мы должны ребятам напомнить, конечно же, что критерии оценивания определенные, очень чтение, что нужно прочитать, конечно, все правильно, но оцениваться будут они, если все слова из списка, которые есть только у проверяющего, да, у вас, то есть, когда будете проверять ОПР, произнесены, например, без ошибок, с правильным ударением, то это будет высший балл, да, если менее пяти слов, то поменьше, если менее пяти, да, то еще меньше балл. Да, и как, соответственно, читать, как прочитать, какие памятки можно посмотреть, да, то есть, все это здесь есть в этих пособиях, можно этим всем спокойно воспользоваться. Как описывать картинку, да, например, очень важный здесь пункт в алгоритме. Первый. Подумайте, да, какую фотографию вы выберете. Выбирайте ту фотографию, вот здесь правильно написано, где вам будет легче сказать, кто или что на ней изображено, и что эти люди или этот человек на этой фотографии делает, потому что выбрать просто какую-то фотографию, потому что она мне понравилась, но ты не можешь сказать, придумать, да, кто этот человек на фотографии. Например, он там может быть, a young girl, можно про нее рассказать, если там молодая девушка изображена, или a beautiful lady, да, если сразу же не приходит ничего на ум про группу людей, что это, допустим, a group of students, да, то не стоит эту фотографию выбрать, рассмотреть нужно все три возможные фотографии, выбрать ту, про которую ты точно понимаешь, что ты будешь говорить. Да, нужно подумать, как ты опишешь действия, которые делают эти люди до момента выбора фотографии. Они сразу же выбирают фотографию, а потом уже с ней мучаются и думают, зачем же я ее выбрал, я же вот лучше рассказал бы про другую. Так, где фотография была снята? Можно в памятках посмотреть, здесь есть памятка, да, еще раз напоминаю, для описания фотографий, как можно описывать эти действия, что там может происходить. Подумайте, почему эта фотография хранится у вас в альбоме, тоже все возможные фразы здесь уже в алгоритме приведены. Вы просто это переносите с ребятами от одного задания к другому заданию, потому что у них это как выработанный алгоритм выполнения задания будет, да, и они потом у вас, если это у научатся прекрасно делать, то они у вас, я думаю, они ЕГЭ смогут стать, да, легко и просто. На этом, коллеги, у меня по ВПР и по проверочным работам все, да, вот как раз на вопрос собиралась ответить, один, спасибо большое, ответил. Вся у нас презентация будет тоже выложена, ссылка на видеозапись тоже будет, будут выложены, все будет на форуме ingertychers.ru, я вам хотела еще сделать буквально пару объявлений, напомнить про наш курс повышения квалификации в форме семинара тренинга, который состоится 30 ноября в Москве, и напомнить вам, что у нас пока еще есть акция на билеты, да, до 23 ноября билеты на этот семинар мы продаем по 2300 рублей, а уже после 23 ноября до 30, соответственно, они будут продаваться по полной стоимости, да, так что если вы хотите поучаствовать в этом семинаре тренинге, по итогам вам в тот же день 30 ноября будет выдано удостоверение о повышении квалификации установленного образца, так что присоединяйтесь, у нас спикеры очень-очень интересные, будет 30 ноября у нас будет выступать Петр Спепчев с педагогикой удивления, и будет выступать Рон Морейн с task-based learning и с mind mapping, если вчера кто-то из вас был на вебинаре у Рона, то я думаю, что вам очень понравилось, вы еще, возможно, придете, те, кому вчера время не подходило послушать, у нас будет 21 еще числа выступать Рон Морейн, так что готовься тоже заранее вопросы, и приезжайте на семинар, потому что такое вот повышение квалификации с выступлением, да, иностранного лектора не всегда можно, в принципе, найти, но если вам неудобно к нам приехать в Москву, да, на семинар, то мы вас приглашаем и на дистанционные курсы повышения квалификации, они у нас тоже есть, курс на 16 часов и на 36 часов у нас доступно уже, их можно купить, и проходить в том режиме, в котором вам удобно, да, то есть если вам удобно сесть за выходные, прорешать весь курс, то прекрасно вы его сядете, за выходные весь освоите, все тесты выполните, и в течение где-то, да, недели, двух недель мы пришлем вам уже почте России ваше удостоверение о повышении квалификации, так что это все несложно, очень вас призываем хотя бы посмотреть, какие у нас курсы есть, да, у нас курс по авторскому праву, и курс по обучению, чтению и аудированию, и здесь коллеги ссылочки даю не просто так, да, а напоминаю вам о том, что у нас тем, кто участвовал в конкурсе «Пять причин для чтения электронных книг» в ВКонтакте, у нас уже подведены итоги, так что поздравляем еще раз, убедителей, а вот в Фейсбуке этот конкурс еще идет, да, так что посмотрите, если вы зарегистрированы в Фейсбуке и пользуетесь Фейсбуком, не любите ВКонтакте, то мы для таких пользователей тоже сделали такой же точно конкурс по заявкам, так сказать, для зрителей, там у нас две номинации, нужно написать комментарий, почему, «Пять причин, почему вы считаете, что электронная книга – это здорово», да, в комментарии просто к посту конкурса. Мы выберем два комментария, один, который нам больше всего понравится, а второй, который наберет больше всего отметок «Нравится». Сколько стоят дистанционные курсы? Чтобы мне вам не соврать, либо нам сейчас ссылочку дадут, может быть, нас спасет админ, в принципе, я уже открыла страничку, сейчас вам скажу. Вот на данный момент 889 рублей у нас стоит курс на 16 часов по авторскому праву, дистанционный наш, и 1889 рублей стоит курс по обучению рецептивным видам речевой деятельности, то есть аудированию и чтению. Спасибо большое одним за ссылку. Вот можете тоже сами перейти, посмотреть. Все это можно найти, все, что связано у нас с образовательной деятельностью, онлайн-тренинги, которые у нас проводятся каждый месяц практически, курсы, семинар, все есть на ingress.ru, там есть вкладочка с названием «Обучение». Вы на нее кликаете, и все, все, все. Видеозаписи прошедших онлайн-тренингов можно приобрести, если вы не хотите или не успели посетить сам онлайн-тренинг. Например, вчера Алексей Васильевич такой тренинг проводил. Так что заходите к нам. У нас всегда есть какой-нибудь конкурс, обязательно можно выиграть какую-нибудь книгу. Вконтакте у нас сейчас очередной конкурс, кстати, начался, там нужно написать комментарий «Участвую» и сделать репост. И можно выиграть книгу, о которой я сегодня, кстати, рассказывала. Книгу Елены Васильевны Русиновой «Слова и фразы». Так что если вам этот тренажер нужен, то можно попробовать его выиграть. Да, а вот курс, который очный, так как семинар-тренинг, он пока 2,300 стоит. Но его тоже найти очень легко. Вы просто на english.ru заходите и кликайте по баннеру. Там баннер такой, большой баннер, объявление про этот семинар у нас есть. И сразу же попадете на страничку, где можно купить себе билет. И успеете его пока купить за 2,300. Мне осталось только дать вам код для сертификата. И напомнить, коллеги, что сертификат вы можете получить не только электронный, но и печатный, конечно же. Печатный сертификат у нас, правда, платный. Электронный сертификат у нас, зато бесплатный. Так что смотрите, какой сертификат вам нужен. Но для получения печатного сертификата просим вас еще и присылать свой электронный сертификат. плюс заявку в свободной форме, что вы хотите печатать сертификат и свой полный почтовый адрес, куда вам его нужно прислать. После оплаты счетов 150 рублей вам, соответственно, пришлют ваш сертификат в Почтой России. Пожалуйста, коллеги. Спасибо. Да, и Кириллу Павловичу, конечно, огромное спасибо за книги, потому что сразу же такой большой комплект книг за довольно короткое время и очень вовремя они вышли, все-таки мы с вами можем еще по ним успеть, ребят, действительно, поготовить. Когда-то что-то нужно вовремя такое прямо иметь под рукой, вот оно у вас сейчас есть. Такая возможность. Спасибо. Да, конечно, можно сейчас продублируем код. Код продублировали. Надеюсь, с получением сертификата никаких проблем не будет. Вопросов вроде бы у коллег тоже больше нет. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok